Здравствуйте, меня зовут Андрей Широков, клуб Эфлер, природоцелитель. Мы говорим о здоровье. Такая жалоба иногда поступает мне, даже от меня самого была такая жалоба, бывает. Вздутие живота после еды. Я сейчас попытаюсь очень узко разобрать, не уходя в то, что откуда газы, почему там спазмы. В каждом конкретном случае надо копаться, смотреть. Но именно про вздутие живота здесь очень важный момент. Например, кто-то скажет, что там идут процессы брожения. Например, там сразу после еды, когда сразу так резко по кишечнику это не начнет бродить. Оно все встает, как правило, у человека в желудке. И очень долго там желудок пытается вообще понять, что с этим делать. Что-то там отжимает. Как-то это пытается дезинфицировать. И как-то пообработать. Потому что пища разнородная, она совершенно, как правило, термическая, модифицирована. Но вздутие живота можно наблюдать и у сыроедов, и у фруктоедов. Причем намного более выраженно. Скажу это по себе. То есть, с годами у меня тоже после еды все было более выражено. Вздутие какое-то, да. Ну, оно так как бы было вроде временным. И вот на... Когда я стал, скажем так, ну, перешел только на одни соки. И они очень провоцирующие, фруктовые. И они очень провоцируют чистку. Я стал больше понимать вообще, как у нас циркулирует жидкость. И как работает система очищения лимфы. Дело в том, что в желудке... Вообще, задача желудка, прежде всего, это всосать водную питательную часть. И там, ну, может быть, если попалось чуть-чуть клетчатки, что-то это отжать. И отправить 12-ю персину, чтобы она это полностью, полностью расщепила ферментами. Как бы, ну, вот, все работает у нас у людей совсем не так, да. То есть, там порции того, что ферменты вообще не видят. И дальше это идет гнить и бродить. И частично еще и всасываться. Ну, вот отсюда болезни, я показываю. Это основной фундамент болезни. И возвращаясь, вот, то, что в желудке, да, вот, водная фаза, она, ну, из-за отжимаемого, она как бы всасывается. Ну, не вот, ну, не в кровь основная часть всасывается, да. Потому что такой удар сразу в кровь, это недопустимо. На самом деле, как бы, как я это вижу, всасывается и идет заброшенное пространство, основная масса вот этой жидкости, да. И, по сути, она как бы берется, дальше берется и лимфа, уже постепенно эту жидкость, по сути, берет на обработку, так скажем, да. То есть, как какой-то буфер. И в идеале, если у лимфы есть потребность, как бы, сбросить какие-то там токсины, либо что-то вот как бы намыто, да, было. Вот, у нас там есть так называемый межкишечный лимфатический ствол, и там есть лимфатическая цистерна, да. Так вот, на самом деле, то есть, когда, если что-то надо спросить, то это идет в толстый кишечник. Вот, как бы, то, что вот эта водная фаза, то, что она подрастворила, скажем, да, вот в этой лимфе. И это, как бы, будет сбрасываться. Поэтому, вообще, часто там, ну, у здорового человека после принятия пищи идет дефекация. То есть, там и желчь выбрасывается, и она так быстренько проходит, там, там, должна все быстренько проходить, там, все должно быть чисто. Там никакой пищи, заторов, камней, каловых не должно быть. И плюс вот эта водная фаза, да, она, как бы, тоже с лимфы собрала ненужное. И лимфатические протоки выходят в толстом кишечнике, и там, как бы, вот оно сбрасывается, да. Но, опять же, если вот, ну, есть потребность сейчас в таком, как в шлюзе сбросе. На очищение это очень хорошо заметно. Ну, теперь смотрите, что происходит у человека, у которого заблокировано очищение, особенно в толстом кишечнике. Это практически у всех. На стандартном питании толстый кишечник практически работает только на попытку спастись от того, что в нем происходит, а не на то, чтобы реально очиститься, и чтобы еще лимфа через него очищалась. Весь этот толстый кишечник, как в полости, внутри всяких каловых камнях, паразитарной слизи и так далее, отсылают, это все есть в интернете, даже со съемкой. А вообще-то еще сами слои того же толстого, это и тонкого, пронизаны там и кальцинатами, и из фибринных спазмов, и различными как бы токсинами, и ишемическими всякими участками, и как бы спайками. Ну, там тоже ад, и по сути лимфа вообще нормально не может сбрасывать через тот же толстый. И вот возвращаемся, что после вот того, как принял человек еду, как бы еду, вот эта вот фаза водная, она выходит вот как бы за брюшинное туда пространство, да, и вроде бы вот эта лимфа могла бы с этим вместе почиститься через толстый, но там заблокировано. И поэтому это достаточно все с возрастом у человека дольше, вот как бы это вздутие такое, да, это даже не вздутие, это именно распирание вот этой жидкости, которая, конечно, постепенно лимфа это все распределяет, там, по сути, что-то, какую-то водную фазу, наверное, в кровь, да, там что-то на очистку в печень, там, может быть, то есть, ну, по сути, в основном получается, что грязь будет распределяться по сусекам до лучших времен, да, но при слишком обильной, как бы, пище и ударе, вы знаете, что люди потом, ну, ночами вызывают скорую, сердечники те же, да, потому что идет вот сильная интоксикация. Ну, опять мы упираемся, да, и о чем я хотел поговорить, о том, что вот это вздутие, оно даже у меня на пустом, в принципе, кишечнике, оно происходит, когда есть именно криз очистительный, и вот я принял сок, то есть, вот это вздутие у людей, кстати, оно особенно заметно как раз от кислых фруктов, например, многие вот не едят живое, там, даже помидорку, корму не могут съесть, там, виноград, потому что сразу начинается вот это вздутие. Конечно, говорят, ой, это виноград бродит, это так в хоруме много сахара, что этот сахар вдруг резко забродил. Да нет, от любой кашки там именно столько не сахара, а клейстера, что там бродить и бродить, да, но постепенно, а в данном случае это не процесс брожения, это просто провоцирующая фаза фрукта, ну, прежде всего, как правило, это фрукты так провоцируют, она пошла, всосалась в желудке и пошла в заброшенное пространство, там как бы начинает работать лимфа активно, она очень хочет в ответ на вот эту фазу провоцирующуюся очиститься через толстый кишечник, а вот если там заблокировано, то вот это как бы вздутие, оно вот долго там как бы стоит, но постепенно организм как-то это все рассасывает. А вот у кого толстый кишечник прочищен хорошо, поверьте, там долго вздутие не задерживается, как бы вздутие, там просто вот водичка идет, собирается, как бы просачивается, ну, как лимфа, да, сок такой через толстый кишечник набирается и сбрасывается. И поэтому на тем же очищении, да, особенно вот фруктовыми соками или просто кто на фрукты перешел, и у них не только питательные фрукты, но и все равно провоцирующие очистку есть, у них частые диареи, но эта очистка идет за счет провокационной части вот этой третьей фазы кислотной, да, и здесь надо понимать, как вот, что это работает, это не брожение, как правило, это вот именно собирается, вот, за брюшиной там пространстве, да, вот это вот, как бы оно булькает даже, да, и это даже ощущается, как вот поли-лимфа это все впитывает и сбрасывает, чистится именно через, вот, прежде всего толстый кишечник, он хорошо, когда очищен, потому что когда лимфа пытается сбросить через, там, 12-перстную бывает, даже толщую, подвздошную, но это не очень хорошо, там полезная, очень важная микробиота, и слишком далеко это, да, важно, чтобы оно сбрасывалось ближе к шлюзу, или там в тот же желудок упирается обратно лимфа, да, и потом, кстати, это все провоцирует, и гастриты в том числе, это говорит о том, что ниже туда вообще никак, то есть там забрикадировано. Вот это такой важный момент интересный, тоже для меня некоторое вот открытие, ну, там механизмы более, наверное, тонкие, интересные, но сейчас смысл был не в том, чтобы еще в этом, конечно, буду копаться, и будем новое открывать, потому что, по сути, вы видите, физиология у нас, и биохимия тела под каким-то то ли запретом, то ли какая-то вот она сказочная, то есть какие-то сказки, которые вот в них немножко есть, конечно, намеков, но вот какая-то она совсем не истина. Вот. Ну, будем вместе с вами, как бы, искать именно быль. Меня зовут Андрей Широков, клуб Эфлера, право-доцелители, www.effler.ru. До скорых встреч!